Среди основных вопросов от имени горожан я хотел бы отметить следующие вопросы. Нас очень беспокоит закон о статусе муниципия Беллс, потому что с 2012 года было очень много предложений, было очень много спекуляций на эту тему, были разные предложения, которые обсуждались в парламенте. В 2012 году правительство Республики Молдова обещало в течение 6 месяцев выйти с предложением о статусе муниципия Беллс, должна была создана рабочая группа. В общем, это не закончилось ничем, поэтому наше предложение к вам, чтобы не было никаких спекуляций. В парламенте есть представители разных партий, но мы считаем, что мы должны вместе с правительством создать рабочую группу, куда войдут представители примарии, представители всех парламентских фракций, отработать четко все положения этого статуса, для того, чтобы не было потом не у вас вопросов к нему в правительстве, перед тем, как он попадет в парламенте. Ну и в парламенте мы, надеемся, за это проголосует. Есть вопрос касаемо полигона. Полигон, где складируются сегодня бытовые отходы мусора в муниципе Беллс, загружен на 98-99%. То, что там были конфликты с экономическими агентами, сегодня они пытаются этот конфликт реанимировать, это одна проблема. Мы хотим вас проинформировать, что в свое время правительство Филиппо создало комиссию, и по рекомендации экологического агентства были определены 25 гектар земли, участок рядом с этим полигоном, на котором должны были построить один из семи мусороперерывающих заводов. В общем, этот проект стал, об этом ничего не говорят, а там проблема и жителей Беличен-Цамбулы, и проблема Беличен, потому что, когда уже уровень этих бытовых отходов выше самого рельефа, то этим дышит сегодня практически, можно сказать, и в Бельце. То, что он горит практически круглый год, это также одна из проблем. Значит, поэтому, так как мусор на установку мусороперерабатывающего завода у нас уйдет не меньше двух лет, значит, логично начать это как-то, двигаться в этом направлении сегодня. Естественно, всех бельчан беспокоят последние 25 лет проблема дорог в муниципе Белл. Потому что 17 миллионов лей у нас дорожный фонд, значит, 9,5 километров признают как национальные дороги, 18,5 не признают. Значит, увеличение в целом по стране на 33% дорожного фонда, на районы конкретно на 52% увеличение дорожного фонда в этом году, на Бельце плюс 7,5%. Мы не просим какого-то особого отношения к нам, но мы хотим равных условий, как во всех районах страны. Значит, нам на этот год только нужно 189 миллионов лей на того, чтобы привести часть дорог в порядок. И чтобы вы знали, что делался анализ в 2015 году, для того, чтобы привести в порядок все дороги в муниципе Белл. Речь шла о 2 миллиардов лей. Значит, очень много жалоб жильцов касаемо модернизации Четнорд. Людям обещали, что тарифы упадут минимум на 15%. Реально сегодня один дом в муниципе Белл. по улице Сущава платит на 30% меньше за отопление. Все остальные платят в городе дороже. И это проблема, с которой люди приходят, и все ждут каких-то изменений. Очень важный вопрос, касаемый децентрализации. Значит, полномочий у примаров на самом деле сегодня, так если их почитать, довольно-таки много, но рычагов воздействия реально очень мало. Вы понимаете, если сегодня в стране дошла ситуация до того, что вот принимается объект, который построили, сдается в эксплуатацию, будь это торговый центр, многоэтажный дом, при Марии не участвует, мы никакого отношения не имеем к сдаче эксплуатации. То есть нам на градсовете показывают трассивый дом, в результате строят экономические агенты то, что вообще не соответствует первоначальному их заявленному проекту. И нет никакого воздействия в результате, чтобы, ну, как-то контролировать, что влиять нет. Значит, у нас сегодня больше нет примарии авторизации на осуществление торговой деятельности, где, ну, это очень большая проблема сегодня, когда многие, некоторые экономические агенты, ну, к сожалению, делают то, что они хотят и продают, что они хотят. Значит, хотел бы вас проинформировать, что в 2019 году на ремонт бюджетных учреждений, значит, было выделено по стране 209 миллионов лей. В Бельце было выделено 0 лей. В этом году планируется правительством 110 миллионов лей. Из этих 110 миллионов лей один бельский сад, там, по просьбе одного депутата, получит 500 тысяч лей на мебель. То есть 0,5% на второй город-стране. По АП-каналу, это на самом деле можно снять сейчас новый сериал, даже попасть на Netflix, потому что у нас проблема с этим муниципальным предприятием. Значит, износ сетей на 80%. У нас сегодня есть кредит, взятый в Министерстве финансов, значит, что информирует, что в год мы платим. Этот кредит брали до нас, ну, там, в 2000-ком-то году. Мы начали его погашать в 2015 году. Мы платим в год 120 тысяч долларов сумму кредита и 60 тысяч долларов проценты. Но параллельно мы платим 3 миллиона лей в год судебным исполнителям и миллион лей госпошлины в суды. То есть мы сегодня платим 250 тысяч долларов в год судебным исполнителям. То есть больше, чем мы платим за кредит, мы платим в суды судебным исполнителям. Хотя сегодня можно заключить мировое соглашение с Минфином. То есть если бы эти деньги не уходили, то есть мы кормим судебных исполнителей больше, чем мы платим в год за кредит. Давно бы закрыли этот кредит в Министерстве финансово, если бы не платили эти 250 тысяч долларов в год. Значит, плюс хотел бы очень важный момент, есть проблема с Орогским водоводом. Скважины в 2015 году были законсервированы, до 2015 года муниципий Белс пользовался этими скважинами. Вода, если бы нам разрешили пользоваться этими скважинами сегодня, мы бы платили за воду в 5 раз меньше. То есть это искусственный препон, который напрямую влияет и на стоимость воды и для нас, и для конечных потребителей. Важный вопрос, который я уверен, что вам задают во всех населенных пунктах страны, где вы бываете, касаемо зарплаты госслужащих. Заработная плата сотрудников местного публичного управления в 2-3 раза ниже, чем в центральных органах управления. То есть вот сидит в зале инспектор по сбору налогов, вы просто работали министром финансов, поэтому этот пример может быть вам ближе, где рядовой инспектор получает, например, в примарии 4,5 тысячи лет зарплату. Этот же инспектор в налоговой получает 12 тысяч лет зарплаты. То есть из примарии по всей стране уходят специалисты в центральный орган управления, потому что этот же специалист получает в 2-3 раза больше зарплаты. И пока в стране не будет уравнена зарплата у сотрудников местного публичного управления и центрального органа управления, специалистов в примариях не будет. У нас остались патриоты, где кто-то привык к кабинету за всю жизнь, за 20-30 лет не хочет уходить, кто-то своего ребенка приводит, но все предпочитают уходить. Ну зачем юристу здесь сидеть за 4,5 тысячи лет, если в таможне этот же юрист, такой же начинающий, получает 10 тысяч лет. Понимаете? И это... Вот. Поэтому текучка и дефицит кадров. Все говорят, что должны возвращаться специалисты, куда они вернутся. Нам бы эти не ушли из создательных условий. И последний момент из общих вопросов. Это объекты недвижимости в муниципе Болс. Значит, начиная общежитием АБВГД Конобами, я его помню, еще был студентом Олега Руссова, значит, бывшее кулинарное училище напротив центрального парка. Это объекты, которые находятся сегодня на балансе того или иного министерства, где есть просьба передать их нам для того, чтобы что-то отремонтировать и передать. Это будет там жилье для тех же учителей, да, потому что молодой учитель будет знать, что у него есть эта квартира 14-16 квадратных метров. У него будет какой-то стимул остаться в стране. Эти объекты, они простаивают, и чтобы вы знали, многие из них простаивают больше 10 лет. И мы не обвиняем в бездействии министерства на балансе, в котором мы находимся. Но пусть отдадут их нам, но мы очень быстро постараемся привести их в порядок. Спасибо. 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 Спасибо.